Первым делом – почесать яйца. Сразу за этим пунктом – сморкаться. Господа, если вы не усекли, то я просто троллю вас. Ничего из этого не попало в список, потому что мы обсуждаем привычки, которые делают вас привлекательными. Парни, мы сделали всю тяжелую работу. Мы проработали десятки женских журналов, мы изучили сотни комментариев на форумах, чтобы понять, что же такого делают парни, о чем даже не подозревают, и что женщины находят очень привлекательным. Начнем мы, пожалуй, это может оказаться сюрпризом. Это носить приспущенный галстук. Вы знаете, о чем это я. Вы работали весь день и уже устали, поэтому расстегнули верхнюю пуговицу и расслабили узел галстука. И вы продолжаете его носить, потому что особо и деть его некуда. А оказывается, что это как афродизиак для женщин. Серьезно, женщины просто тащатся. Вот вам пару комментариев. О боже, да, мой парень ходит на работу в костюме и галстуке, но в конце рабочего дня он снимает пиджак, закатывает рукава и ослабляет галстук. Это настолько сексуально, даже не могу понять почему. Мой муж работает в банке, поэтому мне посчастливилось наблюдать эту проблему практически каждый день. Но, наверное, лучше всего вот этот комментарий. Когда я вижу, как мой мужчина ослабляет галстук, для меня это значит «иди**ни меня». Парни, я не могу все это прочитать, это слишком. Я просто офигел от того, как многим женщинам нравится этот образ. Далее по списку. Чтение. Да, кто бы мог подумать. Оказывается, женщин заводят умные парни. Наверное, неправильно выразился. Тут речь идет не о том, чтобы быть интеллектуалом, а о том, чтобы выглядеть интеллектуалом. В этом есть смысл. Женщин привлекают башковитые парни. Мужчины, которые принимают решения на основе логики, фактов, того, что они читают и знают. Чтобы убедиться в этом, можете глянуть на канал в инстаграме Hot Dudes Reading. Аккуратнее пока читаете, иначе некоторые женщины будут вас сталкерить. Следующий пункт, который нравится женщинам – мужчина, который умеет красиво говорить и выражать свои мысли. Причина, по которой это так привлекательно, потому что не так часто встречается. Серьезно. Тысячи парней просто не знают, как выражать себя, и все потому, что они не умеют взаимодействовать с другими людьми. У других словарный запас не такой широкий. Другие постоянно запинаются и все путают. И один из самых простых и естественных способов повысить свой словарный запас – больше читать. Одна книга может открыть для вас дюжины новых слов, которые вы легко сможете усвоить, потому что видите их в контексте. Далее в списке – работа руками. Женщинам нравится смотреть, как мужчина что-то чинит, возится по дому. На заметку, важно что-то делать, а не просто гулять с пилой. А по факту, если ходить с такой штукой по району, то можно напугать людей. Серьезно. Вот что женщины пишут. Я наблюдала за тем, как мой парень работал лопатой на заднем дворике. Он просто перебрасывал землю, но когда я видела, как земля рассыпается и его руки все напряженные, и при этом нежные пальцы, я прямо вся загорелась. Те, которые не боятся запачкать руки и сделать что-то по-настоящему грубое и грязное, в этом есть что-то невероятно привлекательное. И вот еще два бонуса к этому. Появляются грубые руки. И женщинам нравятся грубые руки. И тебе надо закатывать рукава. А женщинам нравится, когда рубашка с закатанными рукавами и видны предплечья. Женщинам также нравятся парни, которые моют руки и используют щетку для ногтей. Серьезно, парни, чистите ваши ногти. Женщины постоянно упоминают, что им не нравится видеть грязные ногти. Поэтому стригите и мойте их. Думаю, это можно отнести и к предыдущим пунктам. Умный взгляд. Например, ты читаешь и задумался. Оказывается, женщинам нравится этот вид. Это их заводит, когда они видят мужчину, который сконцентрирован. И не обязательно читать. Можно просто сидеть и думать, твои мысли где-то там. И это им нравится. Женщинам нравится мужчина, который умный и пользуется своим мозгом. Далее в списке это хорошие манеры. Пожалуй, лучшим примером этого является выражение женщины «Мне нравится, когда мужчина вежливый с людьми, с которыми он не обязан быть вежливыми. Он не старается произвести впечатление на кого-либо. Он просто занимался своими делами и даже не подозревал, что я за ним наблюдала. Он просто был вежлив с людьми. Это так привлекательно. И женщины повторяют это снова и снова. Так что это стоит того, чтобы быть вежливым. Следующий пункт подходит только в том случае, если вы знакомы и состоите в отношениях. Это когда ты подходишь сзади и кладешь руку на ее талию. Женщинам это безумно нравится, когда они в отношениях и их мужчина обнимает. Вопрос к тем, кто уже женат по 10 лет. Когда вы делали такое в последний раз? Женщинам нравится это, когда вы кладете руку им на талию, когда вы в роли защитника. Часто я встречал, когда женщины писали, что им нравится, когда парень идет с внешней стороны, защищая ее от всего, что угодно на улице. Кто-то может свистнуть, крикнуть или просто проехать мимо и забрызгать грязью. Мало кто это замечает, но они обращают внимание и ценят это. Следующее, что женщины обожают в мужчинах, смотреть как они готовят. Вы можете возразить, что готовка это навык, а не привычка. Но я бы сказал, что прикладывать руку к кухне это привычка. Ну или брать на себя лидерство. Вот что написала одна женщина. Мы начали готовить вместе и это как ролевая игра. Магазин это флирт, а блюдо это секс. А воспоминания это как порно, чтобы подготовиться для следующего блюда. Не знаю как у вас, но у меня часто бывало такое, что готовка приводила меня к дальнейшим успехам. Далее в списке проводить рукой по волосам, даже не думая об этом. Оказывается, что женщинам это безумно нравится. Их прямо тянет к мужчинам, которые так делают, которые поправляют волосы. Но самое главное, это не задумываться об этом. Следующий пункт. Встречался снова и снова. Это такой тип парней, которым нравится играться с детьми, играть с животными, когда она видит это. Да, вы пришли к ее сестре, вы встречаетесь всего пару недель, но она видит то, как дети ее сестры реагируют на тебя. И таким образом, если вы играете с ними, дурачитесь, то она видит, что у тебя есть отцовские инстинкты. Это ее привлекает. Следующая привычка, наверное, самая важная из всего списка. Я просто прочту, что написала одна женщина. На мой взгляд, это отличное резюме. Никогда не сдавайтесь. Очень трудно любить того, кто не любит себя. Уверенность в себе это очень привлекательно. Поэтому, господа, заведите привычку любить себя. Возгляните на себя в зеркало. Да, не все мы идеальные красавцы. Кому-то надо похудеть или подкачаться. Может, мы уже пожили свое, и жизнь с нами обошлась жестоко. Но вот в чем суть, если вы не любите себя, то кто другой вас полюбит. Серьезно, парни, вы заслуживаете любви. Знаете это. Господа, вы достойны любви и не позволяйте никому дать вам в этом усомниться. Какое видео смотреть дальше, как насчет того, как 1% мужчин думают по-другому. Серьезно, парни, если вы в западнее хотите понять, как думать по-другому, вам надо посмотреть это видео.